Михалыч, я даже знаю, как лучше для себя этот напиток сделать. Сейчас тут отвернись ненадолго, я вот так вот встану. Сейчас секретный ингредиент. Приветствую вас, друзья, и мы продолжим играть в игру под названием My Summer Car. Сегодня, я почти уверен, мы накопим необходимую сумму. Давай-давай, Федька, поднажми еще немного. А где, кстати, прохожий, который обычно здесь? Блин, смотрите, прямо целое сборище. Еще и дядя Толя приехал. Ну, конечно, Антоха, как всегда, подпихнул мой фургончик. А прохожего не видать. Я, кстати, так и не дал ему имя. Так что, если у вас есть какие-то предложения, то пишите об этом в комментариях. Не знаю, куда он пошел на этот раз. Обычно он здесь мимо проходит, как только я загружаюсь. Так, и Федька вырвался вперед. Дрифтановый, смотрите. Какие понты. Я надеюсь, сейчас его автобус протаранит. Нет, к сожалению, нет. Я подумал, Федька вернется, чтобы еще немножко попонтоваться. Ну, и, конечно же, ученик. Ученик, но не очень хороший, как вы видите. Задом вхерачился в дом. И что-то задумался, возможно, о своей жизни. Итак, друзья, сегодня, я думаю, мы, наконец, накопим необходимую сумму. Закупимся уже полностью всеми запчастями. И перейдем непосредственно к ремонту. Я уже, смотрите, купил много сока. Пришлось мне оплатить бензин, как вы видите. 400 с чем-то там баксов вышло. Точнее, марок. И также сегодня, я думаю, мы сделаем вот здесь вот небольшое убежище. Опять же, по вашим предложениям. Чтобы можно было в городе переночевать. Если мы, допустим, на фургончике едем. Или на мопеде. Или на нашей тачке. Потому что заднее сидение я снял. И никак не поспать. Нам нужен отдых. Был бы здесь отельчик, было бы вообще замечательно. О, смотрите. То есть, маслица я, по всей видимости, забыл. Был бы здесь отельчик какой-нибудь. Или можно было бы у кого-нибудь погостить. Было бы прекрасно. Но придется нам самим сооружать. И я думаю, вот это вот помещение отлично для нас подойдет, друзья. Так, кстати, я сиги не купил. Давайте за сигами зайдем. Здорово, Василий. Что там? Как у тебя дела? Дай-ка мне пару пачечек. Мы, наверное, будем полностью зависимы, друзья, от курения. Так, а на этот раз, смотрите, он мне не дал пачку. Видимо, они у меня уже есть. Ну-ка, на I нажму. А, я переназначил на руль, кстати, чтобы было поудобнее. Да, сигареты уже у меня есть. Блин, и как теперь выкинуть? По-моему, как-то выкинуть можно было. Блин, что-то я назначил на кнопку руля. И кнопка херово работает, друзья. Я теперь ничего не могу поделать. Смотрите, вот это затяг. Так, еще немножко. Смотрите, затяну сейчас, засосу всю сигарету. И вот он автоматически выкидывает ее. Ах, хорошо. Вот это кайф. Правда, у меня стресса было немного. До сих пор, смотрите, выдыхаю дым. Как будто на морозе, на самом деле. И до сих пор я все продолжаю. Так, все, он закончился, друзья. Выдохся я. Так, ладно, погнали тогда сначала к Михалычу, наверное. Или нет, сначала давайте за Софой организуем небольшое наше убежище. Вот здесь вот, а потом уже к Михалычу. Продадим ему весь оставшийся наш напиток. И если нам по-прежнему не хватит, то я по-быстрому поработаю, наверное, на говновозе. Короче, пришлось обратно на клавишу I назначить, потому что кнопки на руле как-то странно работают. По-нормальному они работать не хотят. Ну да ладно, придется, конечно, мне вот так вот дотягиваться, чтобы покурить немного. Но ничего страшного. Кайф. Одной рукой рулим. Представлю, что в другой руке у меня сигареты действительно. Только вот переключать скорости неудобно будет. Так, поворотничек. А вот, кстати, и житель, друзья. Резко заворачиваем. И отправляемся на свалку, друзья, за Софой. Потом быстренько вернусь. Мы расположим наше убежище. Так, ну давайте затянемся. Кайф. У меня стресса, правда, никакого нет. Но все равно. Я теперь, пожалуй, вообще всегда с сигаретой... Тихо, проскочу. Нормально. Я, пожалуй, теперь вообще всегда с сигаретой в руках буду ходить. Просто не куряя ее, демонстрируя, что я здесь главный. Было бы здорово, конечно, если бы помимо сигарет добавили сигары какие-нибудь кубинские. Вот это был бы кайф точно. Настоящее наслаждение. Вот тогда бы я, по правде, друзья, не убирал бы из рук сигару. Или трубку. Прикиньте, трубку мы бы добавили. И самому ее нужно было бы заполнять. Да, мечты, мечты. Правда, зачем это все нужно, непонятно. Когда уже добавят нормальный автомобиль. Точнее, не нормальный, а хотя бы заднеприводный. Автомобиль для сборки тоже не ясно. Так, ладно, давайте третью передачу втыкаем. Сейчас доедем. Я надеюсь, сафа там, потому что я что-то начинаю припоминать, что мы вроде как ездили на свалку. Тут, кстати, дорожка, по-моему, да, появилась. Мы вроде как ездили на свалку. Но почему мы сафу не забрали, непонятно. По-моему, она не поместилась, что ли, мне. Может, я на своей тачке приезжал сюда. Хер его знает, на самом деле. Главное, чтобы она здесь была. Главное, сейчас не перевернуться. Случайно. Так, где этот фонарный стол? Да, вон, сафа виднеется уже отсюда. Давайте на второй передаче. Доедем. Сейчас погрузимся. Я надеюсь, хлам, который я с собой везу, не помешает нам особо. Так, там что-то еще, смотрите, есть. Может, я что-то выкидываю? Ну-ка, давайте глянем, что тут у нас. Так, блин, друзья. Похоже, после того, как мы продаем напиток, напитки Михалычу, он возвращает пустые бутылки на свалку. Блин, зря я, короче, покупал, друзья. Только бабла куча потратил. Мне показалось на секунду, что сортир левитирует слегонца. Так, ну ладно, что сделано, уже не изменить. Давайте все засовывать тогда. Начнем с софы. Засовывать в фургончик. Смотрите, одной рукой просто закидываю. Вот так вот, нормас. Будет где полежать теперь нашей дорогой. Дорогая, ложись. Все, замечательно. Теперь я сейчас по-быстрому закину все бутылки. На будущее тогда оставим. Хотя, может быть, мне и жидкости хватит, для того, чтобы разлить по всем бутылкам, которые у меня имеются. Посмотрим, в общем. Так, закидываем. И сейчас поедем обратно. Обратно в магазин. Там организуем себе небольшую комнату. Будем считать, что Василий нам сдает эту комнатку. Правда, мы ничего взамен не платим. Мы взамен в его магазине отовариваемся. Хоть и альтернатив других нет, на самом деле. Было бы здорово, если бы добавили какой-нибудь гигантский супермаркет, где бы все дороже было бы. Но какое-нибудь преимущество бы придумали. Так, надо хлебнуть немного. Отлично. Курнуть чуть-чуть. Стресса у меня, кстати, до сих пор нет, друзья. Так что нахера я столько сигарет купил? Непонятно. Ну ладно, они, в принципе, дешево достаточно стоят. Ну вот, смотрите, кто у нас здесь. Все, наигрались, что ли? Некому свои понты показывать. Так, вот здесь паркуемся. Нормально. Я надеюсь, не заденут эти бичи меня. Так, ну и глухшимся выходим. Давайте отстраивать наше небольшое убежище здесь. Ну что, Васек, значит мы с тобой договорились, да? Я тебе пустые бутылки, а ты мне комнатку задаешь. Так, друзья, софа сначала у нас идет. Доберит ее вот сюда вот. Отлично, давайте поближе к стеночке, чтобы было уютненько. Вот так вот. Сюда можно, кстати, и мопед запихать, да? Почему бы и нет, кстати? А то он здесь валяется вечно весь в паутине уже. Так, блин, нихера не видно, правда, куда я его ставлю. Да е-мое, я застрял еще где-то. Так, нормально, нормально. Смотрите, вот этот уголок будет для мопеда. Вот так мы его разместим. Все, отлично. Теперь нужно немного запаса еды и питья сюда. Давайте, у нас как раз имеется запасной ящичек, смотрите. Сейчас организуем все. Прохладительные напитки. Блин, холодильничек бы еще сюда. Было бы вообще замечательно. Так, и немного... Что-то у нас в бутылке начали летать. И немного еды. Пожалуй, чипсов хватит, мне кажется. Больше у меня ничего нет, на самом деле. Так, что-то я совсем в угол, смотрите, закинул. Больше у меня нечего положить. Так что вот такая вот комнатка у нас и будет. Потом, может, что-нибудь еще привезу. Например, даже не знаю. Например, магнитолу. Все равно я ей редко пользуюсь. А вот сюда вот будет неплохо ее принести. Че я сказал, а ну, повтори. Смотри, чем бычок в него закину. Оп. Правда, он исчез просто. Эй-эй-эй, тихо-тихо. Ах ты кусок говна. Паркур! Так, ладно, друзья. Надо уже отсюда, наверное, уезжать. Поехали к Михалычу. Дико хочется пить. Так, хлебанем. Лови бутылку. Кусок герьма. Закину. Ну, почти. Если бы окошко было бы открыто, я бы закинул. Ну, и осталось доехать к механику. Продать ему весь алкоголь. Но надо глядеть в оба, конечно. Я думаю, вы догадываетесь, о чем я говорю. О ком, точнее. Может всегда неожиданно вылететь сраный Ленька. Он умеет использовать эффект неожиданности. Так что я, наверное, на третьей передаче буду спокойно себе передвигаться. Если что, я надеюсь, успею свернуть. Блин, вот если я перевернусь, конечно, будет очень херово. И нам придется либо эвакуатором воспользоваться и потратить кучу денег. Либо опять... Так, тихо-тихо-тихо. Съехал немного. Либо опять вызволять заниматься буксировкой. Вызволять наш фургон. Это как-то даже странно, друзья. Что-то его все нет и нет. Где же Ленька? Я, конечно, опасаюсь, наоборот, что он приедет. Но он действительно не приезжает, блин. Я раньше думал, что он куда-нибудь врезается или застревает. Но его все нет и нет. Может, он заболел. Я надеюсь, его вообще не убрали. Потому что это жесть какая-то. Что-то даже порой на дороге скучно становится. Ну что, Михалыч, я надеюсь, ты по две сотки сегодня будешь брать. Смотри, я тебе дверью даже солнцем закрыл. Чтобы тебе максимально комфортно было проводить со мной сделки различные. Так, вот сюда вот мы ставим бочечку. Так, и теперь где-то у меня пустые бутылки. Вот они. Давайте их окунать аккуратненько по одной. Так, она все еще пустая. Может, вот так вот. Так, друзья, что-то у меня плохие предчувствия. Открываем. Нет, все на месте. Ясно, надо было просто открыть. Так, все, Михалыч, держи, пробуй. Давай-давай, как ты любишь. Занюхни сначала, потом облись немного. Сколько? Ну? На двухсотку-то потянет? А? На две сотни. Мне кажется, да. Смотри, как ты облился. Тебе явно понравилось. Давай-давай, тащи сюда две сотки. Или сейчас опять 130 будет, друзья. Ну-ка. Да, 130 фиксированная, кажется, у моего напитка цена. Ну ладно, давайте посмотрим, сколько мы сможем еще заполнить бутылок. Что-то неожиданно он вдруг снова начал пробовать, друзья. И мне дали причем ачивку. Что произошло? Я ничего не делал. Я даже не отходил никуда. 260? Блин, а раньше ты так не мог, Михалыч? Ты что? Ты головой-то думай. Так, ладно, друзья. У нас осталось совсем немножко этого напитка прекрасного. Но мы неплохо уже сможем подзаработать. Не знаю, что произошло, друзья. Может, это баг какой-то или типа того. С чего он вдруг заново начал пробовать. Так, еще немножко мочи. Совсем немного осталось. Так, у нас тут только сок уже, да? Вроде как пустых бутылок нет. Придется жрать, выжрать просто сок. И бутыльки складывать. Так. Еще чуть-чуть. Блин, жалко, что у меня мало, конечно, осталось. 260. Может, он еще сейчас баганет и уже по 350, например, начнет давать. Но это вряд ли. Друзья, у нас тем временем 6000 уже. Но этого не хватит. По-моему, нам 7,5 надо. Да и тут напитка совсем немножко осталась. Еще и пить хочется жутко. Сейчас надо пивка навернуть. Так, 260. Пивчанского чуть-чуть. И давайте, хотелось сказать, покурим, но нет. У нас стресса до сих пор нет. У нас уже, наверное, зависимость. Из-за того, что я так безумно часто затягивался сигами. Но почему-то стресс быстро не прибавляется. Не знаю почему. Давайте продолжать жрать сок и наполнять бутылки нашим напитком. Михалыч, я даже знаю, как лучше для тебя этот напиток сделать. Сейчас тут отвернись ненадолго. Я вот так вот встану. Сейчас секретный ингредиент. Вот теперь, мне кажется, все 500 баксов будет стоить этот напиток. А? Как тебе? Ну-ка, пробуй заново. Нет? А, блин, я даже не наполнил, походу. Все что-то закончилось? Ну, пожалуйста. Еще бутылочки три хотя бы. Было бы уже неплохо. Так, шесть с половиной, друзья. Еще пьем сок. Есть там? Вроде как есть. Ну, практически чуть-чуть нам не хватает. Тогда действительно на говновозе один заказ выполнен. Выполню за кадром, пожалуй. Так, ну-ка. Есть? Тихо, тихо, тихо. Есть? Есть. Итак, друзья, в итоге у нас получилось 7 639 марок. И этого, мне кажется, вполне должно хватить. Но это не точно, конечно же. Так, все. Закругляемся тогда и едем сразу же к механику. Недалеко. Закупаемся всем необходимым и будем уже направляться домой. Только мы грязные, конечно, прокуренные все, облитые этим говном, обосанные и так далее. Надо бы в озеро-то заглянуть и скупаться. Ну, или до дома дотерплю, на самом деле. Ладно, Михалыч, сразу бы так, сразу бы так. Бывай. Во, зацените, какое подходящее место. Это болотистая местность. Мне кажется, здесь нам и нужно искупаться немного. Ну-ка, прокатит? Ну, я дико грязный, так что немножко придется подождать, скорее всего. Но не факт, что здесь мы сможем отмыться, на самом деле. Как всегда виднеются окна, смотрите, нашего автомобиля. Как и окна некоторых домов. А может, я только время теряю? Ладно, погнали. Потом, короче, помоемся. Мне кажется, зря я заморачиваюсь. Давайте уже закупимся запчастями. Так, что-то я слегка вылетел. Давайте-ка попытаемся отсюда выехать. Блин, я чуть, кстати, в дерево не вхерачивался. Возможно бы сдох. Но жизнь за меня на этой трассе не просит. Так, разворачиваемся. Тихо, не переворачивайся. А леньки как не было, так и нет, друзья. Так, тормозим. Вот здесь вот, наверное, проканемся. Или нет, надо поближе, чтобы загрузиться. Так что придется развернуться. Первая передача. И сейчас вот здесь вот где-нибудь тормозим. Прямо у двери, пожалуй. Что такое? Как плющит наш фургончик. Так, вот, вот в этой ямочке самое оно остановится. О, какая музыка, друзья, заиграла. Такая песня. Сразу в голове дикий запад. Или шанс он какой-то. Так, ладно. Давайте заходим. Ты работаешь? А, блин, он сегодня же не работает. Кусок дерьма, блин. Ладно, друзья, тогда продолжим в следующей серии. Закупимся уже сразу и начнем наш капитальный ремонт. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. И увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok